Здравствуйте, друзья! Нож Military от Кизляр. Это, наверное, один из самых толстых, брутальных ножей у меня в коллекции. Судя по названию, понятно, что раз это Military, что он создан. Не знаю, резать лодки врагам и выполнять различные какие-то тактические задачи. Не знаю, там, рубить проволоку, выковыривать раствор между кирпичами для попытки, понятно, побега или наоборот проникновения. Но все вы знаете меня, знаете, что я считаю так, какой бы не был чудесный нож, какие бы он там супер-пупер задачи не выполнял, если этот нож не сможет меня накормить, то есть не сможет сделать какие-то самые такие элементарные действия кухонные, то значит это плохой нож. Не знаю, иметь при себе там ножик. Не понял, как называется, думаю, все знаете этот нож, который стоил каких-то сумасшедших денег, который сделан таким чуть закручиваем винтом, который только и можно что резать людей. Так вот, иметь какой-то такой нож, простите, я только подумал, что посудинка моя подсылает, будет маловато, я взял побольше. Так вот, иметь такой нож и при этом грить колбасу зубами, это как-то не камильфо. Вот поэтому проверяем всегда, как же самый брутальный нож поведет себя на продуктах. Помидоры видите какие взял, они свои, они уже сами начинают резкаться. Ну как сами, я им еще немножко помог. Родители ехал, положил их вверх рюкзака, но даже этого оказалось для них уже много. Я считаю, что помидорный салат, помидорно-огурцовый, это тот салат, где не надо резать слишком мелко. Я вообще любитель мелко нарезанных салатов, ну как и так повелось изначально, как приучили салаты готовить, так и готовлю. Но вот этот салат, это салат, где можно все именно порубать. Ну и заодно и проверить, как же это. Смотрите, в принципе, видите какая уже помидорка вся. Но мы ее даже режем. Видите, мы ее даже не промяли. Так что милитари очень неплохой нож. Сейчас у меня на данный момент, на данный момент съемки этого видео, самый любимый из таких больших ломиков, тактиков и так далее, это Синтенс 111М. Но милитари, видите, да, очень неплохо. Ну, по крайней мере, если вы этим ножом забили дикого чернобыльского кабана, то уж и разделать его, и спокойненько отрезать кусочек хлеба вы сможете. Ну, не говоря уже о том, что такой ножничек. Саус 8 на клинке вполне комфортно, позволит вам открыть любую самую тактическую банку консервов. А режет, режет, сами видите, неплохо. Следующий в нашей программе, это вот такое вот огуречище, огурец тоже домашний. Ну, в принципе, вы знаете, какой-то такой разницы прям, что это не специализированный нож, режешь, даже и не испытываешь, режешь все и режешь. По крайней мере, вы видели, как он хорошо порезал лук, и как, в принципе, он достаточно мягко врезался в помидоры. То есть чувство того, что я не режу, а колю, у меня не возникает. Как говорила Маша, сейчас меня накормят, сейчас я буду кушать. То есть вот такой вот салатик. Вот этот салатик можно даже целиком забабахать. Не знаю, что еще порезать. Ну, мне кажется, если нож порезал такие вот уже достаточно перезрелые помидоры, то тестировать его на каких-то храбобулочных изделиях или чем-чем-то смысла нет. Значит, что он их порежет точно так же. Так, салатик я делаю только для себя. Любимого. Такая вот соль адыгейская. Вот так вот она выглядит. Тут сразу с травками. Реально вкусно. И можно не заморачиваться, зачастую, с другими специями. А дальше мы сделаем так, чтобы это ел такой я. Вот такой вот халапеньо. Перчик. Перчика там уже не осталось почти. А водичка есть. Пару капель водички. И это будет мега остро и мега вкусно. Ну, в принципе, салат готов. Три ингредиента. Помидоры, огурцы, лук. Добавляем сметану. И дальше приятного аппетита. Всем спасибо за внимание. До свидания.